Приветствую вас. Во-первых, прежде чем отвечать на ваш вопрос, ну, как бы конкретно, я бы хотел сказать о том, что комплекс сам по себе, что такое? У нас очень много используют это слово. Строительный комплекс, зилой комплекс и так далее. Но при этом люди, на мой взгляд, скромные, не до конца понимают, что это вообще такое. И я вам отвечу. Комплекс – это совокупность. Вы, наверное, сами об этом знаете, что комплекс – это совокупность. Что это вот, как бы, соединение, да, каких-то объектов. Но комплексы бывают разные. Вот, например, если мы говорим о человеческом комплексе, о вашем комплексе, допустим, то, согласитесь, это немножечко другая ситуация. Согласитесь, что в вашем случае комплекс – это несколько иное. И что такое комплекс в вашем случае? В этом случае комплекс – это такая же по сути совокупность, только причинно-следственная связь в человеческом комплексе определяется его состоянием аффекта. Состоянием аффекта, которое объединяет ряд обстоятельств ничем, заметьте, ничем, между собой не связанных ряд обстоятельств. Но из-за эмоционального окраса эти ситуации приобретает единое целое восприятие человека. И первое, соответственно, исходя из того, что вы написали, я хотел бы сказать то, что эти причины – следственные связи. Нужно развивать. Почему вы считаете, что кортавость – это что-то плохое? Почему вы считаете, что кортавость – это что-то дурное? Почему вы считаете, что кортавость как-то вот мешает, напрягает людей? Ну и так далее. То есть вот с чем связана такая вот ваша позиция? С чем связана такая ваша точка зрения? Откуда она опять же взялась? Откуда появился комплекс? Какие, какие вот аспекты, да, какие элементы вы как бы связали? А ведь вы их связали. Это совершенно очевидно, что вы их связали. Они у вас связаны эмоционально. Это первое. Второе. Значит, Q-комплекс – это неверные понятия. Неистинные, ложные понятия, которые закладываются, как правило, в детстве. То есть именно в детстве, именно в детстве у нас появляются, ну, такие вот первичные представления о том, что правильно, что неправильно, что верно, что неверно и так далее, и так далее, и так далее. И вот какие-то понятия у вас не были усвоены правильно. Вы получили искаженные, неверные, ложные понятия. Из-за этого также появился комплекс. Комплекс – это неверные установки. Комплекс – это ошибочные суждения относительно каких-то моментов. Значит, ошибочные суждения базируются на ложных установках. Установки нужно еще отыскать. Ну, например, в вашем случае подобная установка может звучать примерно так. Я считаю, что от того, насколько я говорю, ну, там, ну, например, вот, от того, насколько я, допустим, хорошо говорю, насколько я проговариваюсь с различной буквы, значит, я буду более успешен. То есть у вас есть вот такая вот мысль. Мысль о том, что ваша успешность, ваша активность, да, зависит именно от того, значит, как, собственно, вы говорите. И вот это установка. Потому что людям, по большому счету, как вы говорите, неважно. Отличные буквы, даже если их не произносить, они все равно договариваются человеком. И, как правило, это не замечается, если люди сами по себе организованы делом, если люди сами по себе организованы деятельностью, то есть люди сами по себе занимаются, ну, какими-то важными вопросами, какими-то важными целями, какими-то важными моментами. То есть если это не простое общение, что не касается простого общения друзей, например, или что-то в этом роде, то опять же здесь немножко иная ситуация. И с ней нужно разбираться с этой ситуацией. То есть если у вас друзья или вы не можете друзей себе найти, то тут нужно несколько больше информации о вас. Далее. Комплекс. Это невыраженные переживания. То есть вот когда-то у вас был сильный аффект по данному моменту. вы его не смогли выразить, этот аффект, и в результате того, что вы не смогли его выразить, у вас закрепился эмоциональный след, аффективный след. И вот, собственно говоря, этот аффективный след, из-за того, что ваши переживания не были выражены, закрепился и не позволяет вам двигаться дальше, к сожалению. Соответственно это переживание, первичное переживание, его нужно отыскать и вам его нужно заново выразить, заново выразить, естественно, под присмотром психолога, под наблюдением психолога и корректировками психолога. Далее я, наверное, немножечко повторю свою коллегу, который вам ответил уже, и скажу, что комплексы появляются у нас тогда, когда нам об этом говорят другие люди. Ни ребенок, ни взрослый не замечают до того факта, что у него есть какие-то странности до тех пор, пока ему об этом не говорят люди, или пока он сам не сравнивает себя с людьми. То есть комплексы – это то, что устанавливает общество. Возникает вопрос тогда, если общество одно, комплексы одни. Если общество другое, то и комплексы другие, потому что что-то общество приемлет, а что-то нет. Так давайте подумаем, давайте подумаем, а стоит ли обращать внимание на общество, в его взглядах, в его аспектах каких-то и так далее. Стоит ли это делать? Вот в чем основной вопрос. Почему вы ориентируетесь на общество в своих сведениях, в своих взглядах, в своих целях и так далее? Здесь уже в большей степени идет работа над вашими ценностями, над вашей уверенностью в себе в целом, над вашей социальной ориентированностью, над пониманием того, как работает общество, как работают общественные механизмы, социальные механизмы и так далее. Чтобы в обществе всегда есть меньшинство, большинство. Чтобы это большинство для того, чтобы сохранить свое преимущество, всегда давить на меньшинство, на тех, кто не похож на большинство. Для чего давить? Чтобы защитить себя. Чтобы обезопасить себя. Это тоже является принципиально важным здесь. А меньшинство, представляя собой более ярко выраженное индивидуально, всегда несет в себе запас, потенциал для прогресса. Ну вот, момент заключается в том, понимаете ли вы это, отдаете ли вы себе отсчет в этом или нет. То есть, если у вас подобные представления. Далее, дело в том, что комплексы, как вот вы их понимаете, это совсем не то, как их видят другие люди. Понимаете? А комплексы, как понимаете вы их, это то, что вы в себе не принимаете. Вы говорите, я стесняюсь. Я стесняюсь. Я не принимаю себя, я стежусь. Вот так. Это на вопрос возникает. Почему вы себя не принимаете? Откуда у вас установка, чтобы принимать человека, любого человека? Можно только, если он соответствует определенной норме. Если норме не соответствует, то человека принимать нельзя. Вот откуда у вас такая вот установка взяла? Очень хотелось бы, чтобы вы об этом подумали. Кто вам эту установку дал? Кто вам внушил это? Что вот, ситуация как бы, ну вот, выглядит именно так. Далее. Значит, что я вам хотел сказать далее? Со всем этим, в принципе, можно работать. Со всем этим, в принципе, нужно работать. Но я, естественно, не знаю, есть ли у вас средства для этого, есть ли у вас желание для этого для того, чтобы работать. Поэтому пока рекомендую вам книгу, которая называется «Я умею прыгать через лузы». Эта книга поможет вам, ее можно найти свободно в интернете. Она поможет вам лучше понять, как работает механизм комплексов, как этот механизм себя проявляет и так далее. Там рассказывается история о человеке, который с раннего детства не принимал себя, стыдился себя. И вот, что удивительно, с детьми такой, такой человек, а там такая вот немного автобиографическая повесть, так вот, с детьми этот человек чувствовал себя замечательно. Замечательно. Он чувствовал себя прекрасно. Но когда он начинал общаться со взрослыми, которые делали акцент на том, что у него есть некоторые проблемы, он тут же чувствовал себя не таким. И тут же начинал стесняться. То есть разность в восприятии человека различными социальными слоями определяет то, есть ли у человека комплекс или нет. То есть получается, что наличие или отсутствие комплекса напрямую зависит от взглядов других людей, но не от вас. Если эти взгляды меняются, то истина в том, как вы сами на себя смотрите, не как на вас смотрят другие, а как вы сами себя воспринимаете. Вот на это в первую очередь нужно ориентироваться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok